Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале «Гениально всё очень просто». И сегодня мы поговорим с вами на тему, для чего человек рождается на планете Земля. Для чего он сюда пришёл? Кто он такой? Обращаюсь к тем людям, кто уже понимает, что существует душа, сознание можно это даже назвать, существует физическое тело. Физическое тело – это материал самой Земли, одухотворённый сознанием или душою. Сознание и душа – это одно и то же. Оно жило, как человек оживляет машину. Жил! Поехал! Так и душа, сознание, когда входит сюда, оно оживляется. Что такое сознание? Оно отделимо друг от друга или нет? В общем, сознание – одно. Это как океан. Сегодня я нахожусь в Карибской море. И когда я плыву, я понимаю, что Карибское море и Атлантический океан вроде бы это как и раздельное. Но тут же ты понимаешь, что это один и тот же организм. Да, воды соприкасаются, есть даже места, где не переливается, точнее, не сливается в единый, как, знаете, вот, организм. Они вот разные субстанции, такое ощущение. Но одна и та же вода, но она не смешивается. Оно, вот, как вот, граница есть и все это. Но, в общем, это один организм. Это сознание. Это Бог. Это Творец. Одно большое сознание. Нету полусознания, недосознания, нету полубога, нету... В общем, это одно большое сознание. Для чего это сознание, Бог, воплощается в физических телах? Это прекрасная возможность самого сознания, самого Творца почувствовать себя как маленькая частица в физическом мире. И проживать в физическом мире тот или иной опыт. Существует ли тот или иной опыт ценнее, чем другой? Нет. Каждый опыт, каждая судьба человека, он индивидуален, он ценен. И ни один не ценнее другого. Царь не ценнее Дворника. Дворник не ценнее Муравья. Муравей не ценнее бактерии. То есть это все одно большое сознание, которое переживает в разных эпостасях свое чувствование. Само себя оно переживает. Это сознание воплощено во всем живом. И это сознание дает всему живому жизнь. Это один есть, единый организм, одно единое сознание. Вот если каждый из вас, из нас, закроет глаза, он понимает, что границы исчезают. Границ нет больше. Человек растворился в этом океане. Он стал единый и целый со всем. С кроватью, с сиденьем. Это и есть сознание. Но каждый из нас не может поверить, что когда он закрывает глаза, он может стать самим Творцом. Это и есть бесконечное, как единый энергетический большой организм. Бог творит сознание. Это сознание воплощается в каждом из человек, в муравье, во всем живом. В каждом камне все уже является сознанием. И все создается, опять же, этим сознанием иллюзией физического тела. Это другое переживание сознания самого себя. Надеюсь, вы улавливаете мои мысли. Я так... Умерчу, умерчу. Оно переживает само себя. Соответственно, у каждого своя судьба. Но каждая судьба настолько ценна. Вот некоторые люди говорят, что моя судьба неинтересна, и моя жизнь неинтересна. Но это он так видит ее. Соответственно, человека есть возможность это понять и осознать на глубоком уровне. Тогда человек сможет быть счастливым. Если человек стал счастливым сам в себе. Соответственно, он сливается со всеми. Он становится удовлетворенный, счастливый, полноценный. Ему не надо никакие половинки, ни четвертинки. Он полноцененца в себе. Уже. Когда он открывает глаза, полноценность разделилась. Все сразу появилось. Люди появились. И эти люди, ситуации, океан, корабли. Ясно, большом корабле. Несколько тысяч тут населения. Все оживляется. И в одну секунду оно все разделилось. Когда с закрытыми глазами, ты находишься в полноценности со всем. Но человек не может это принять, что это настолько просто это понять. Самые серьезные знания, самые серьезные понимания не могут описать той полноты, насколько это близко к вам. Понять, что такое Творец, что такое Бог, что такое сознание. Оно находится настолько близко, что человек в это не верит. Он закрыл за все. Он находится в Творце, в Боге. Но это способность человека переключаться из одного состояния в другое. Смотреть глубину. Это не талант, это глубина. Соответственно, если у человека есть возможность смотреть глубину, он познает самого себя в физическом теле. Так же самое переживает все ситуации. Так же самое ездит, путешествует, работает. Но он понимает, что он уже есть единый. И неделимый. Соответственно, что это делает? Это делает человека уже счастливым. Он понимает, что это единый большой организм. Все включает в себя. И деревья, и море, и людей, и дома. Это все единый организм. Это одно сознание, которое находится сейчас в физическом воплощении. И тут же оно, когда закрываешь глаза, все едино. И происходит магия. Ты открываешь, и все разделяется. Это и есть прелесть физического мира. Ты можешь пережить себя как индивидуум, который проходит такой определенный опыт жизни. Легкий, тяжелый, прекрасный, замечательный процесс учебы. А учеба у нас идет постоянная. Она нескончаемая. Трансформация эти периоды. Когда мы взрослеем. Когда у нас обретается разум. Если человек это уже осознает, что он есть часть большого сознания. Понимаете? Я вчера, когда смотрел, мы были в Казюмиле. Я смотрю, я на 15 этаже здесь, в корабле. И люди идут, они такие маленькие. И у меня такая мысль закралась. Думаю, как вот может быть один человек закрытый в себе? Он такой маленький. И думать, что он там самый лучший. Или какой-то там самый индивидуальный, самый красивый. А я смотря с 15 этажа. Они для меня все маленькие идут. Туристы возвращаются на корабль. Прекрасный Казюмиль. Мексика, это вообще великолепнейшая. Вода чистейшая. И он идет. И я понимаю, что в каждом сознании есть понимание индивидуальности, переживания тех или иных опытов в его жизни. Соответственно, когда смотришь, я смотрел с высока, я понимаю, насколько мы вообще букашечки в этом океане физическом или в океане сознания Творца. Но и тут же, насколько великое это сознание, что оно дает возможность быть такой букашечки индивидуальностью, которая совершает, которая переживает ощущения. так или иначе, вот каждая букашечка стремится к счастью. Кто бы что мне не говорил. Для чего мы читаем книги, для чего мы изучаем, для чего мы создаем семьи, для чего мы... создается все, даже корабль это здоровенный. Он создается для счастья, чтобы человек получал удовольствие. И у каждого человека есть свой потенциал, на что он гораст познать жизнь из физического мира и из своей души. Это как двойное, как 2D познание себя. Но нас я называю 66D здесь. Познание себя это физическое в физическом теле человек познает всю жизнь. И вернемся обратно к сознанию. Мы все пришли для счастья. Соответственно, человек может познать счастье через самого себя. Когда он себя почувствует, и осознает то, что он является неотделимый от всего, и это есть один производящий организм, сознание, Бог, Творец, который все оживляет, всему дает жизнь. Мы же понимаем, мы живые, мы не сами себя оживаем, мы только себя изучаем, каждый из нас. Нету никого из вас, который знает себя. Вот задайте такой вопрос. Нету ни одного человека, который понимал бы на сто процентов кто он. Он может только понять, когда он закроет глаза, и он сливается со всем. Тогда он понимает, что он есть единый. Но открывший глаза, у него появляется другая реальность. Он сразу все отделяет, как говорят по-английски separate. Соответственно, но если в душе у вас формируется понимание, что вы неотделимы от всего, это ощущение, соответственно, вы и проявляете в жизнь такие флюиды, хотел сказать. Вы понимаете, что каждый человек это часть вас. Соответственно, вы не будете у него ни воровать, не будете на него злиться, не будете обижаться, не будете... Вы понимаете, что это все есть процесс одного сознания. Соответственно, у вас появится возможность прощать. У вас появится возможность не злиться. У вас появится возможность принимать людей такими, какими они есть. Потому что у вас уже будет глубокое понимание, что этот человек переживает свой определенный опыт, который не менее прекраснейший, чем ваш. они не менее Он дать, что он не менее